Всем привет, привет! С вами, как всегда, Надежда Сергеева, интернет-предприниматель из Домохозяйки в Лиде. Итак, сегодня я покажу вам, как настроить рекламный пост для того, чтобы подать рекламу ВКонтакте на какую-то группу. Это называется реклама поста на группу, да? И давайте посмотрим, как это делается. На самом деле, как оказалось, это достаточно делается легко и просто. И, конечно же, нужно будет немножко поэкспериментировать, потестировать, да, на что ваша целевая аудитория, на которую вы подаете рекламу, реагирует, на что не реагирует. Найти какую-то, в общем, какую-то точку соприкосновения, да, для того, чтобы люди подписывались к вам в группу, для того, чтобы люди интересовались той информацией, которую вы, в общем-то, рекламируете, да. В основном рекламируют какие посты? Приглашения на вебинары, приглашения на курсы, на какие-то, на обучающие какие-то марафоны, на различные игры для сетевиков, там, ну, не только для сетевиков, например, там, какой-то курс, может быть, для, там, женщин, которые, там, вышивают или занимаются танцами, или худеют, там, или еще что-то, да. То есть, абсолютно разные посты делают рекламные. Но так как я, в общем-то, интернет-предприниматель в сфере сетевого бизнеса, да, то я и покажу, точнее, уже я показывала, да, какие посты могут быть в рекламе, какие посты надо рекламировать, но сегодня покажу, как это все настроить. Итак, значит, давайте мы возьмем для примера сначала готовый пост, который уже я написала и который уже выставила. Значит, смотрите, мы берем ссылку на пост. Здесь вот у меня, кстати, пост, немножко его давайте подкорректируем, чтобы было видно, да, как должен выглядеть пост. Так, сейчас я его подкорректирую, беру, копирую в блокнот текст, беру вправку, преобразование, давайте сделаем, так, строчные, тут вот сделаем первую букву только. Так, вырезать, так, сюда вставить. Все, значит, здесь у нас есть заголовок, есть смайлик, да, для того, чтобы привлечь внимание к заголовку. Так, ну, в принципе, здесь такой вот нормальный пост, здесь видео, сохраняем. Итак, вот этот пост, например, я хочу прорекламировать на аудиторию, на какую-то, либо на свою, для своей группы, да, потому что только 10% из всех участников группы видят ваш контент, ваши посты. Поэтому, в принципе, можно подавать даже на свою группу рекламу. Ну, сейчас в ВКонтакте вот такие вот алгоритмы, к сожалению, для нас. Итак, копируем ссылочку и нажимаем вот здесь реклама. Ну, для начала давайте мы создадим объявление, да, и потом поймем, как вообще, куда там чего. Нажимаем создать объявление. Здесь мы выбираем рекламные записи в новостной ленте. И, так как мы уже готовы, берем пост, мы нажимаем выбрать существующую, вставляем ссылку и нажимаем продолжить. Наш пост показывается здесь. И теперь нам нужно выбрать аудиторию, которая будет, собственно, видеть наш пост. И тематику объявления, и, в общем, все вот эти вот настройки необходимые. Тематику объявления. Ну, вот, что у нас здесь, влияние окружения. В общем, выбираем мы тематику, которая будет лучше всего подходить под тему нашего поста. Либо можете выбирать под тему вашей группы, да, вот, если уж на то пошло. Вот пока давайте вот мы посмотрим. Так, обучающие курсы, объявления, парфюмелия. В общем, здесь очень-очень много всяких, видите, тем, которые можно, да, выбрать. Можно выбрать и спорт, и техника, и чего тут только нет. В общем, все, что хотите. Ну, давайте я возьму обучающие курсы, выберу. Почему? Потому что в основном у меня, ну, такая вот тема, да, где я много рассказываю, что как делать, что как, чего там. И вот возьму обучающие курсы, ну, например, да, возрастная маркировка мне не надо указывать. Города. Здесь вы можете выбрать либо на свой, на свой город, или на тот город, в котором вы хотели бы найти себе клиентов или партнеров. Я выбираю пол-женский, потому что мне это важно. Я выбираю возраст от 26 до 36, например, давайте возьмем. Так, выбираем семейное положение, если для вас это важно. Интересы и сегменты выбираем обязательно. Здесь можно выбрать с детьми, без детей, да, ну, в основном я выбираю от 4 до 6 лет детей. И выбираю здесь различные интересы, которые могла бы указать та женщина, которая мне интересна. Так, активный отдых, бизнес, дом и семья, например, да, что у нас тут еще есть интересно, здоровье. Если интересуются, да, девушка или женщина этим, знакомство, общение, красота, мода. В общем, все женские какие-то вот интересы какие тут могут быть, которые мне интересны тоже, да, я вот здесь вот указываю. Так, продукты питания, религия, спорт, финансы. Ну, давайте еще какое-нибудь возьмем. Так, развлечения. Ну, давайте, пусть это будет у нас кулинария, пускай будет. Так, дальше, дальше нам нужно ввести название сообщества, на которое мы хотим рекламировать. Значит, либо это мы берем свое собственное сообщество, например, либо мы берем и ставим здесь чье-то сообщество, в котором тоже есть наша целевая аудитория. Об этом я уже говорила, что вы должны подготовить список групп, которые будут у вас, в общем-то, в списке, да, на которые вы будете рекламироваться. Ну, вот, например, выбрала я группу. Дальше, значит, мы можем здесь выбрать за исключением своей, чтобы на свою группу не показывать, да. Дальше я здесь вот эти пунктики пропускаю. В принципе, это уже более так вот какие-то прям серьезные тут настройки. В общем, выбираем интернет-браузер, там, и все такое, в общем, ну, это мне не надо. Теперь здесь нам показывают, да, рекламные площадки, я выбираю все. Стоимость за тысячу показов 318 рублей предлагает нам контакт. Мы можем уменьшить это количество. Во-первых, ограничение показов до двух показов. И стоимость за тысячу показов, давайте уберем 318 и поставим, пускай будет немного медленнее показываться реклама, но мы пока тестируем, да. В принципе, если у вас это первая реклама какая-то, да, вот первая только-только вы начали, вы можете до одного показа сделать на человека и протестировать таким вот образом. Я пока делаю вот до двух человек, ой, до двух показов на человека. Дальше вы можете создать компанию, создать новую, написать здесь какое-то название. У меня уже создана компания, поэтому я выбираю компанию Надежды Сергеева. Вы можете ее назвать как угодно. И кнопочку сейчас вам не видно, половинку только, да, создать объявление нажимаем. Так, объявление создано. Здесь указаны все параметры. Здесь вы можете указать дневной лимит. Здесь 100 рублей дневной лимит минимальный. Но это не обязательно, да. Лимит объявления целиком, сколько вы готовы потратить. Ну, к примеру, например, 300 рублей. Давайте поставим. Вы ставите свои цифры здесь все. Значит, дальше вы все проверили, все подходит, да. Тут у вас вся будет статистика потом отражаться, все это будет видно. Дальше мы заходим в раздел бюджет. И вот здесь вот нам нужно нажать кнопочку пополнить. Пополняется рекламный кабинет любой, любыми, да, тут вот, либо банковской карты, либо электронными деньгами, либо терминалом. Но минимальная сумма пополнения 500 рублей. Если вы только начинаете, тестируете, да, то 500 рублей вам хватит надолго. Если вы, конечно, не сделаете там каких-нибудь, например, в общем, оплату за переходы, да. Я сегодня проводила планерку для партнеров. Говорила о том, что какие ошибки могут быть, да. Ну, я вот честно скажу, я пока тестировала все это дело, и я поняла, что у меня ошибка была какая. Когда я сделала за один переход рекламу, и сделала, причем, очень удачный рекламный пост, на который сразу же стали переходить люди. Я потратила все свои деньги, которые я только-только загрузила туда, да, закинула. Вот. И сейчас я буду вот тоже пополнять снова баланс и уже делать только за показы. Когда мы делаем показы, люди смотрят, да, и бюджет не так быстро тратится, но и вы тогда можете отследить вот эту статистику. Интересно ли смотреть пост вашим потенциальным партнерам, клиентам, да, или нет. Если есть переходы, то значит он рабочий, значит вы можете его крутить, крутить, крутить там, да. Не важно, что будут у вас там, ну, денежки вычитаться, они небольшие. Вот как видите здесь, да, там 43 рубля за сутки, там у меня уходило 55 рублей, 84 рубля. То есть 300 рублей на 3 дня, даже меньше, это нормально. Это очень бюджетная реклама получается. И пока есть такая возможность ВКонтакте, да, нужно ей пользоваться. Поучитесь, потестируйте, и у вас все будет получаться. Рекламные посты тоже, да, вот несколько разных. Можете один текст с разными картинками потестировать. Можете одну и ту же картинку с разным текстом потестировать, там, ну, в зависимости от тематики, да. То есть это нужно обязательно смотреть. После того, как вы закинули денежки на свой кошелек, да, вы можете зайти в рекламные кампании, нажимаете на название кампании, нажимаете вот здесь вот на пост запустить, например, да. И у вас вот такой значок появляется ожидание, значок ожидания, то есть пока идет модерация, проверяется пост. После того, как он пройдет модерацию, у вас появится вот такой значок. Вы можете на него нажать, и потом нажмете кнопочку запустить, и потом нужно следить. Нужно следить за тем, что происходит у вас в рекламном кабинете. Когда необходимо, вы нажимаете и нажимаете остановить. Вот, ничего абсолютно сложного. Это самый простой метод рекламы, да, на сегодняшний день. Сейчас вконтакте очень много всяких фишек будет добавляться. Можно будет рекламировать еще там и видео с кнопками, и всякие-всякие там фишки, да. Вот буквально на днях, вчера, по-моему, смотрела презентацию, была в прямом эфире. В общем, интересно, там много всяких фишек, будем потом тоже разбирать. А пока, пока вот этот момент вам нужно протестировать, посмотреть, но без рекламы, даже вот такой, да, сейчас очень сложно продвигаться. Почему? Потому что вконтакте очень жесткие сейчас вот эти вот алгоритмы и охват аудитории совсем небольшой. Поэтому смысла каких-то накрутках, лайков, комментариев, там еще чего-то, в принципе, нет. Но и охваты очень падают, да. Вот я наблюдала, даже думала, что, может быть, я что-то делаю не так, и у меня вот маленький охват. Но когда походила по предпринимателям, которые являются, в принципе, уже раскрученными брендами, да, и посмотрела на посты на их, и какой у них охват без каких-то там суперполезностей там или чего-то, да. Вот у них тоже, в принципе, небольшой охват идет по постам, поэтому реклама сейчас очень нужна. И будем еще изучать различные другие способы, методы, которые нам помогут продвигаться. Но пока вот так. В принципе, это все. Если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео, или пишите мне в личные сообщения. А также можете записаться ко мне на консультацию. Консультация у меня бесплатная. В течение полчаса я могу с вами пообщаться. Ну, а там уже, в общем-то, будет видно. Вот здесь, в группе, в разделе «Консультация», здесь можно записаться на консультацию, ну, или сразу написать в сообщение группы, либо мне в личные сообщения. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если полезно, ставьте лайк. Если не полезно, и кто-то считает, что я слишком болтливая, ставьте дизлайк, чтобы я знала. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. С вами была Надежда Сергеева. Субтитры подогнал «Симон»!